Скопилось большие массы снега на дорогах, и вот сейчас они начали таять, образовались колеи, вот эти навалы, провалы. В селе Солнечное начался пляжный сезон. Правда, стихийный, не совсем своевременный. В марте растаявший снег превратился в огромные лужи. Пройти сложно, бери гидрокостюм и плыви, называется. Кому такие развлечения не нравятся, пытаются проехать на легковушках, застревают, ломаются. Я сам застревал, было дело, вот, как проезжать машинам скорой помощи, то есть для оказания медицинской помощи, если вдруг что-то понадобится, каким образом это все делать. Село Солнечное начало подтапливать неделю назад, после температурных качель. На этой неделе жители некоторых домов не могли выехать на работу, в школу, сходить в магазин. Люди обращались за помощью главе сельсовета. Тот, в свою очередь, рассказывают жители, порекомендовал оставлять транспорт и идти пешком. Каким образом мы сейчас туда дальше должны пройти? Как вот здесь вот пенсионер должен перепрыгнуть? То есть приходится прям краешком-краешком? Да, это еще нормально, более-менее. Бывает и хуже. Вот потеплее станет, и вот так не пройдет. Без резиновых сапог, наверное, здесь никак? Да, никак. Потеплее будет и без лодки никак. Задаем вопросы главе сельсовета. Ну вот у него интересные ответы, то есть с каким-то пафосом определенным. Ну, что вы хотели, это же стихия. Стихия нагрянула на нас неожиданно. Потерпите, все растает, естественным образом проблема уйдет. Сутки почти откачивали воду, чтобы не было подтопления домов. Второе. Ну вот то, что сейчас на дорогах происходит, это, конечно, стихия. И здесь мы перед стихией. Не только же солнечной, мы же бессильны. Когда подтаивает, убирают снег. Когда появляется угроза подтопления домов, откачивают воду. Но этого явно недостаточно, говорят люди и добавляют. При первых же солнечных лучах солнечное поплывет. Нужно уже отдалбливать налет, чистить дороги. Но сельсовет не помощник, возмущаются люди. И начинают бороться за стихией своими силами. Валентина Аскерова, Алексей Фритин. День с толком.